Добрый вечер, Алексей. Саш, наверное, нужно рассказать, перед тем, как мы все начнем, почему звезды мировой музыки и почему радио-бэнд. Я уже, по-моему, частично ответил. Всякий коллектив, проходя определенные этапы становления, всегда ищет возможность для дальнейшего роста. И только это, на мой взгляд, обусловливает возможность продвигаться дальше, то есть чтобы сцена становилась все выше и выше. Я знаю, что вы не ограничитесь только исполнителями джазовой музыки, будете приглашать других музыкантов. Мы, наверное, не будем сегодня говорить о тех исполнителях, которые, вероятно, в самом ближайшем времени будут гостями радио-бэнда. Может быть, приоткроете чуть-чуть завесу. Ну, вообще, интересная интрига всегда в этом смысле. И думаю, что будет интересно узнавать в последующем, что будет происходить. Хотя, безусловно, будут новые съемки. И это будут, поверьте мне, звезды первой величины мировой. То есть мы не выходим за рамки десятки мировой, именно мировой. Это обязательно, обязательно. И думаю, что наш замечательный коллектив, вот десятка и он одиннадцатый, это такая футбольная команда, я думаю, абсолютно равных партнеров. И, наверное, репетиции, мы пока что держим в тайне имя гостя. Наверное, на репетиции музыканты из радио-бэнда доказали, что они могут разговаривать на одном музыкальном языке со звездой мировой музыки. Так ли это? Наверное, было бы нескромно мне сразу вот сказать так, как вы сказали. Я думаю, что мистер... О, пардон. Да, да, да. Не нужно. Я молчу, молчу. Значит, наш гость сказал мне слова и нам всем, которые нас весьма обнадежили. Но остальное вы услышите сами в процессе музицирования. Могу только сказать, что с этим человеком работать не просто удовольствие. Это фантастический музыкант. Действительно фантастический именно тем, что никак у кого из музыкантов, кого я вот знаю, слышал, нет такого настоящего драйва. То есть у него какая-то совершенно фантастическая энергетика. Я уже не говорю о каких-то вещах, связанных просто с профессиональным мастерством, как вокальным, так и инструментальным. Оно, конечно, на высшем уровне. Трудно ли все собрать по кусочкам? В одно нечто целое, что в конце концов называется звездой мировой музыки в гостях у радио-бэнда Александра Фукина. Ну, я прежде всего должен сказать, что не сам я собирал. Мы все здесь одна семья. И все собирали это вместе. Я думаю, что из этого получилась мозаика достаточно цельная, хорошо склеенная. Мозаика, которую можно назвать так. Мы собрали все вместе. Об этом, в общем, и вторая пьеса. Которую когда-то сочинила известная голландская саксофонистка Кэнди Дольфер. И которая сейчас звучит в исполнении радио-бэнда Александра Фукина. АПЛОДИСМЕНКА